Динамо ТВ Динамо ТВ переместилось в отеле «Ренессанс». Впрочем, место встречи играет не такую же большую роль. Главное – это общение с любимыми футболистами, по которым так соскучились болельщики за время межсезонья. Именно для них и проводятся подобные встречи. А для кого же еще играет команда? Я уже так ждал этого момента, чтобы быстрее уже так скучно. Зима – это вообще тоска. И сейчас, что через неделю начинается чемпионат, это для меня вообще как от души. Просто ни одного матча не пропущу. Я же неоднократно говорил, что удовольствие просто несоизмеримое. Когда ездишь за любимой командой, оно не измеряется деньгами. У меня бесконечный аккумулятор, поэтому я готов всегда везде. И с удовольствием. Интересно, а какие ожидания у наших болельщиков до грядущего сезона? Один из главных героев прошлого сезона – любимец динамовской публики, капитан команды Александр Найок. Во время презентации команды Саша получил заслуженный приз лучшему игроку минувшего сезона. За миранием сердца, за очередным признанием нашего капитана наблюдала вся семья Александра. В футбольном клубе на момент очень большое спасибо за хорошее организацию, за хорошее проведение, за хороший клуб. И я думаю, Саша попал в нормальные руки, нормальный клуб. Клуб растет, Саша вместе с ними. Чего и мы желаем, и клубу, и Александру, нашему сыну. Вот только Александр не разрешает мне ходить на футбол. А почему не разрешает? Ну, я так получилось, когда был еще, он играл в Шахтюре 3, только закончил интернат в Армянске, я приехал, он получил красную карточку. Приехал за сборную на мемориал гранатки, на красную, он говорит, папа, дома телевизор, это двое. А мама? А мама разрешает. Значит, вас в субботу не ждать, только мама будет переносить нам первую победу в сезоне, правильно? Обязан, это будет 100%. Главный гость программы – презентация новой формы. Как известно, в этом сезоне мы будем выступать в экипировке от Adidas. Стильная форма или нет? Решать каждому из вас. Но всей команде форма пришлась по душе. Уверяем. Натарская форма, заметил? Она как у Давида Дыхеев, который он будет играть на чемпионате мира? Да, заметил. Я думаю, теперь надо сыграть как минимум не хуже, чем Давид. Хотя бы наполовину. Сегодня все было так красиво, и организация, все на достойном уровне, и видео очень понравилось. И форма хорошая на себе. Новые футболки получили наши новички. До начала сезона осталось совсем ничего. Уже в субботу нас ждет первая игра чемпионата, которая пройдет на стадионе футбольного клуба «Минск». Соперник – Жодинские автозаводцы. Мы приглашаем всех наших поддержать родную команду. До встречи на стадионе! Ну и конечно... Создайте Динамо ТВ!